Пеларгония грандифлора – уход за цветком в домашних условиях. Пеларгония грандифлора нередко называется королевской. Название культуры обусловлено пышными цветками, которые достигают по размеру 7 см. Они образуют зонтичные соцветия, диаметр которых может составлять 25 см. Чтобы выращивание культуры было успешным, за ней необходимо правильно ухаживать. Цветок можно сажать дома и в саду. Описание пеларгонии грандифлора. Герань грандифлора имеет прекрасные декоративные характеристики. Чтобы растение хорошо развивалось, ему требуется качественный уход. История возникновения первой сорта этого растения появились еще в 18. Для них характерно английское происхождение. Впоследствии французские селекционеры усовершенствовали эту культуру. В результате появились интересные разновидности с яркими питнами и прожилками контрастных оттенков. Для растения характерны крупные и пышные соцветия к сведению. Решающие слова в селекции этих пеларгоний сказал садовник Д. Адье, он превратил прожилки на лепестках в пятнышки. Особенности побеги растения со временем одревеснивают. Благодаря этому культура трансформируется в настоящий куст. Растение обладает округлыми листьями зубцами по краям. Они могут иметь разный окрас от светлого до темно-зеленого. Основным достоинством культуры считаются ее цветы. Пеларгония крупноцветковая имеет увесистые бутоны. Они могут достигать 6 см в восточной долготеаметре. Окрас бывает разным оранжевым, красным, фиолетовым, розовым. Цветки формируют красивые соцветия, которые делают куст еще более декоративным. Соцветия пеларгонии не вытягиваются в высоту. Они располагаются на уровне листьев. Это выглядит очень симпатично. Во время цветения расположение цветоносов в районе листвы помогает сформировать эффектный шар. Благодаря этому культуру часть используют для украшения террас, балконов, жилых комнат. Обратите внимание, цветки растения не имеют характерного аромата. При этом они могут источать нежный запах, в котором чувствуются нотки лайма, мяты и розы. Пеларгония может иметь эффектные красные цветки посадка. Чтобы пеларгония могла пыльшно и обильно цвести, для нее нужно правильно подобрать место в саду и соблюдать правила проведения посадки. Выбор места и освещение грандифлора нуждается в хорошем освещении. При этом нужно учитывать, что на ее листья не должны попадать аримы и солнечные лучи. Они могут стать причиной ожогов. Горшок с цветком не рекомендуется ставить на северный подоконник. Дефицит освещения приводит к нарушению развития и невыразительному цветению. Оптимальным вариантом станет юг или юго-восток. Важно! В зимнее время года культура нуждается в дополнительном освещении. Для этого стоит применять специальные фитолампы. Если этого не сделать, рассчитывать на пышное цветение летом не стоит. Дефицит освещения приводит к появлению таких проблем, уменьшение размера бутонов, редкие и тусклые листья, вытягивание побегов вверх. Грунт начинающим цветоводам рекомендуется приобрести готовый грунт для герани. Такой субстрат содержит все необходимые вещества. Однако при желании можно смешать грунт самостоятельно. Для этого нужно взять в равных пропорциях дерн, перегной торф, речной песок. При посадке пеларгонии в горшок на дно емкости рекомендуется поместить измельченный кипич или керамзит. При посадке растения в горшок нужно использовать дренажный слой и уход за крупноцветковой пеларгонией грандифлора. Уход за пеларгонией грандифлора в домашних условиях должен носить комплексный характер. Температурный режим – это весьма теплолюбивая культура, которая способна выносить повышение параметров до 30 градусов. В период вегетации растению требуется температура ниже 24 градусов. Важно, чтобы на следующий год растение пышно цвело, зимой ему требуется период покоя. При этом нужно поддерживать температурный режим на уровне 12-14 градусов. Полив и опрыскивание поливать пеларгонию рекомендуется отстойной водой. Она должна иметь комнатную температуру. Периодичность поливов зависит от температурных показателей. В жару грунт нужно увлажнять достаточно обильно. При этом из поддона следует удалять избыток влаги. Поливать кусты необходимо лишь при высыхании верхнего слоя почвы. При содержании растения зимой в рахладном помещении его нужно поливать достаточно редко, учитывая состояние земли. Рыхление после каждого увлажнения грунта его нужно немного рыхлить. Благодаря этому удастся обеспечить корневую систему растения достаточным количеством кислорода. Процедуру следует выполнять очень аккуратно, чтобы избежать повреждения корней. Влажность воздуха растения нормально переносит влажный и сухой воздух. Культура обладает шершавыми листьями, поэтому не нуждается в опрыскивании. Лучше всего выращивать зональную пеларгонию в условиях умеренной влажности. Подкормки, чтобы цветок нормально развивался, ему требуется достаточное количество питательных веществ, поэтому растения нужно систематически подкармливать. Весной и летом удобрения вносят с интервалом в 10 суток. Осенью и зимой их нужно использовать каждые 3 недели. Подкармливать культуру можно специальными средствами. Растение нужно своевременно удобрять минеральными средствами обрезку. Чтобы сформировать пышное и компактное растение, его нужно обрезать. Эту процедуру рекомендуется выполнять осенью. При этом следует подрезать побеги на треть. Немаловажное значение имеет удаление сухих и поврежденных фрагментов. К сведению. При большом количестве побегов обрезку выполняют в несколько этапов. Это помогает минимизировать стресс для культуры. Пересадка молодые растения рекомендуется пересаживать каждый год. С 3 лет пересадку проводят только при заполнении корнями горшка. Важно использовать горшок на 2-3 см больше старого. Если взять слишком большую емкость, цветение не наступит. Пересаживать пеларгонию нужно в готовый субстрат для цветущих растений. Также его можно сделать самостоятельно, смешав дерновую землю, перегнуя чистый речной песок в рапорции 8-2-1. На дно обязательно нужно насыпать дренаж, который поможет избежать застоя влаги. Если этого не сделать, есть риск гниния корней. Как размножается герань грандифлора? Размножение пеларгонии проводят разными способами. Это можно делать черенкованием, семенами или отводками. Семенами этот метод считается наиболее сложным и длительным. При этом он позволяет получить много новых растений. Для размножения можно использовать семена одного сорта или микс. Их рекомендуется сажать во влажный грунт на глубину 0,5 см. Затем емкость стоит поставить в освещенное место. Температура помещения должна составлять 22-26 градусов. Первые ростки появятся через 2 недели. Черенками этот способ размножения считается наиболее простым и доступным. Его можно использовать весной и летом. Для начала стоит нарезать верхушечные черенки. Они должны содержать 3-5 листьев. После чего несколько часов просушить нижний срез и припудрить его стимулятором роста. Растение отлично размножается черенкованием. Затем можно посадить черенок в грунт. Лучше всего использовать для этой цели состав на основе дерна и песка. Обратите внимание, корешки появятся через 3-4 недели. Воздушными отводками для использования этого способа размножения от верхней части ветки нужно отмерить длину черенка и сделать на нем косой надрез на треть ширины. После этого присыпать обе стимулятором роста и поместить внутрь кусочек спички. Это поможет избежать срастания тканей. Чуть ниже области среза необходимо сделать манжету из пленки и внутрь поместить влажный мох. В таких условиях через 2 недели образуются корешки, после чего отводок нужно срезать. Это делают на 1,5 см ниже манжеты. Подготовленный росток можно посадить в грунт. Болезни и вредители – борьба с ними. При нарушении правил ухода за культурой она может столкнуться с различными заболеваниями. Самую большую опасность для растения представляют такие болезни – черная ножка и фитофтороз. Эти патологии могут появиться в том случае, если перед посадкой не был обеззаражен грунт. В этом случае гниль стремительно развивается и приводит к гниению культуры – серая гниль. При развитии заболевания листва покрывается питнами. Чтобы справиться с нарушением, нужно использовать медный купорос или любой фунгицидный препарат. Из вредителей пеларгонии чаще всего страдает от атак лещей и белокрылок. В такой ситуации нужно сразу опреснуть кусты инсектицидом и протереть листья мыльным раствором. Пеларгония этого сорта отличается декоративными соцветиями. Чтобы развитие культуры было успешным, ей нужно обеспечить качественный уход. Он должен включать правильный режим поливов, своевременное внесение удобрений и проведение обрезки. Немаловажное значение имеет защита культуры от заболеваний и вредителей.